...теракты. И будет, даже если не организовывать теракты, то будет просто портить жизнь коренному населению. Это всё, конечно, пагубно и без контроля за мигрантами подобными. Ни о каком снижении националистических настроений в России говорить не приходится. Руслан Кривошеев. Дмитрий, ты много общаешься с людьми из-за границы. Расскажи про различия жителей разных стран в менталитете. Как он проявляется в общении, работе, в семье. Заранее спасибо. У меня есть опыт общения с французами, с немцами и с чехами. Это уже более-менее контактный. Конечно, абсолютно различаются французы, немцы и чехи. Немцы более исполнительные, но при этом, конечно, сравнивая даже Чехию с Германией, видишь, что то, что раньше было в Германии, немного поменялось. На улицах не так чисто, автобусы уже опаздывают. В Чехии не так. Опаздывают автобусы, как в Германии, что для меня просто было поразительно. Меняется восприятие, потому что многие люди сюда приезжают и начинают жить на пособия, которые здесь для тунеядца довольно-таки неплохие пособия. В Чехии, чтобы вам было совсем понятно про менталитет, люди, наверное, такие, что если работает человек, допустим, за 20 тысяч, не напрягаясь особо в неделю, 5 дней, ему говорят, слушай, а давай за 30 тысяч. Ты поработаешь чуть побольше, надо будет напрягаться, но у тебя будет 30 тысяч. И вот, скорее всего, чех откажется от подобного предложения, будет дальше работать, не напрягаясь за 20 тысяч. А французы, французы, они вообще не напрягаются. Вот если в Германии, в Чехии магазины закрываются, там, в 7, 8, в 9, позже всего в Чехии закрываются, я даже не говорю про Швейцарию, в которой там в 7 уже магазины могут быть закрыты, то во Франции они совсем-совсем-совсем не напрягаются. Там пообедать, по-моему, с часа до 5 невозможно ни в одном кафе, ни в одном ресторане, потому что люди отдыхают. Меня это сначала раздражало, а потом я понял, что люди знают себе цену, люди не будут напрягаться невероятно, чтобы заработать, доводить себя до нервных срывов, они будут отдыхать. Если ты не можешь говорить по-французски, к тебе будет другое отношение. Если ты хотя бы бонжур сказал, к тебе будет уже более благосклонное отношение. Вам краткий экскурс чисто моих впечатлений от этих стран. Вадим Комаров, как прокомментируете дикий рост вывода капиталов из России? Доклад Голиковой о росте вывода капиталов на 87%. Связано ли это с тем, что крысы чувствуют, что корабль идет ко дну, его не спасти, и поэтому стараются максимально распилить страну, вывести средства и прочее? Люблю, когда в вопросе есть ответ. Причем ответ, который я и сам воспроизведу, я согласен с тобой. Мне кажется, что это агония. Они понимают, что держать деньги на территории России нельзя, тем более деньги, добытые незаконным путем. Сейчас основной лейтмотив поведения властей – это вернуть те деньги, которые еще можно вернуть. Это, соответственно, не на тех уровнях, где дети олигархов веселятся на дорогущей свадьбе, чтобы чиновники и депутаты были подотчетны, чтобы они работали не на себя, и не на окружение губернатора, и не на окружение президента, а именно на народ. Выполняли то, что должны выполнять перед народом. Я даже не говорю про предвыборные обещания, какие-то повышения. Учения минимально просто. Обустраивайте район, власти местные. Алексей Терентьев, твой экономический прогноз на два года. Никаких предпосылок для экономического роста нет. Растет количество бедных. Растут цены на продукты, снижается качество продуктов. Растут тарифы, платон, коммунальные услуги. Никаких дешевых кредитов от западных стран не предвидится, потому что санкции продлили, как вы знаете, и Европа, и США минимум на год. Что это означает для России, для экономики России? Это означает, что она не будет расти. И не надо верить тем, кто говорит, что сейчас пойдет рост, сейчас все изменится. Никаких предпосылок для этого нет. Затягивайте пояса. Это единственный ценный совет, который дали власти нам за последнее время. Артем Тружильников, много ли мусульман и беженцев в месте, где ты живешь, и как ты относишься к ним? Все люди заняты в большинстве своем решением повседневных насущных проблем, и самое главное, у них есть понимание того, что они здесь осели, что они сбежали из неблагополучной страны, и здесь будут строить новую жизнь. Именно в этом отличие от мигрантов из Средней Азии, которые нелегально проникают на территорию России, торгуют некоторые из этих мигрантов наркотиками, находятся нелегально, и людям в погонах, что мы на самом деле думаем о выбранном курсе власти и кого мы предпочитаем. Андрей Кузнецов может завести какую-нибудь тему, куда можно жаловаться на госорганы, практику какую-нибудь? Ребята, не надо ничего нового придумывать. Уже есть куча проектов у фонда по борьбе с коррупцией, Росяма и прочие службы, куда можно пожаловаться на бездействие государственных органов. Это все трата времени. Что-то новое придумывать. Уже надо не велосипеды придумывать давно-давно, а требовать от властей исполнения своих обязанностей. Для этого, конечно, надо полностью свой рабочий день превратить и посвятить гражданской активности. Почему-то в России правозащитник, это прямо вот слово есть специальное, а в то время как в загнивающей Европе вот тут вот, это абсолютно в порядке вещей, следить за тем, что у вас происходит на районе, следить за происходящим, подавать какие-то жалобы, требования в органы местной власти и, разумеется, на них будут реагировать. А в России так система не работает, в России надо разбивать лоб, чтобы те ребята на местах сделали то, что они обязаны делать. Меня больше всего умиляет здесь именно тот момент, когда на полном серьезе власти говорят, ну, смотрите, берите пример с этого активиста, он от нас требует чего-то, он добивается, с какой-то...